Владимирские торпеды – непримиримый соперник Ивановского текстильщика. Так что легкого матча в гостях у соседей никто не ожидал. Особенно не порадовал прием болельщиков черно-белых. Игра прошла под постоянные оскорбления и ругательства, доносившиеся с фанатского сектора. Вот самое цензурное из их репертуара. В то время как Владимирцы матом аккомпанировали игре, на поле шло настоящее футбольное сражение. Торпедовцы больше атаковали, но ни одна их атака так и не достигла цели. Один из самых опасных для текстильщика эпизодов произошел в конце первого тайма. Хорошо, когда команда действует как отлаженный механизм. Первая половина игры завершилась нулевой ничьей. В перерыве между таймами на фан-секторе ивановских болельщиков чуть не произошла драка. Дебоширом и Ивановским, и Владимирским досмотреть матч так и не посчастливилось. На вторую половину игры оба клуба вышли еще более мотивированными. С первых секунд тайма Владимирцы создавали один опасный момент за другим. Но все так же безрезультатно. Во многом благодаря великолепной игре нашего вратаря Андрея Рыжикова. Даже гневные выкрики из фанатского сектора хозяев не стали помехой. Как позже признался голкипер, это даже мотивировало. А когда на 67-й минуте Андрей поймал 11-метровый, посвятил его особо громким болельщикам. Несмотря на агрессивную игру хозяев поля, в конце концов, счет в матче удалось открыть именно ивановцам. Оставшиеся 15 минут основного времени ивановцы старались не совершать ошибок и всеми силами обороняли ворота. Но эпизод, который решил судьбу матча, произошел на последней минуте добавленного времени. Судья назначил штрафной, в результате которого мяч оказался в сетке ивановских ворот. Итог встречи 1-1. Поистине боевая ничья. Игра была тяжелая, две команды хорошо играли. Мы чуть-чуть не дотерпели, не хватило консистрации на последних минутах. Где-то, может, моя ошибка. Ребята не подсказали, как не надо было. Ну ничего, будем работать, есть к чему расти. Будем стараться, задачу выполнить. Наставник красно-черных игрой своих подопечных остался доволен. Владимир две предыдущие игры сыграл неудачно, учитывая значимость игры. Для них, конечно, это было. Для вас вернее. Подобно жизни и смерти. Вы видели, как команда радовалась ничьей у себя дома. Своих ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, что они это и заслужили, что люди радуются ничьей на последней минуте дома. После нелегкого выезда команде предстоят две домашние игры подряд. 12 августа – кубковая встреча с Калугой. И 16-го – игра в рамках первенства с «Зенитом-2». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова, Владимир.